итак всем пламенный привет дорогие друзья мы с вами сейчас находимся в ошен сити мэриланд штате мэриланд города ошен сити так будет правильно это такое скажем курортный городок летний летний курортный городок если даже вот с правой стороны вы видите какие тут отели модели они все в таком на эти летнем стиле деревянные и покрашены даже так если кто жил не видел архитектуру нью-йорка или таких городов то там все серое в основном тусклое а тут все такого скажем светлого светлых и теплых оттенков на данный момент все-таки коронавирус еще не сошел но тут по сравнению с нью-йорком видно что люди его не так сильно боятся или большинство людей не верят даже знаете вот сейчас мы заходили в сокусочную five guys туда люди заходят без масок да люди есть и с масками с масками но внутри уже можно в самом скажем five guys можно покушать не обязательно на улице как нью-йорке и многие заходят и без масок ноги кушают кушать-то по-любому без масок приходится поэтому говорить то что все как-то его здесь боятся нет по поводу как стоит здесь с работой летом всегда тут скачок очень много нужно рабочих и вообще я тут второй раз первый раз мы приезжали пять лет назад когда даже никто не слышал про коронавирус и когда мы приезжали первый раз скажем так тут было не протолкнуться это такой вот узенький островок и по двум сторонам получается океан ну вода и с двух сторон идут пляж а потом идут вот эти отели мотели скажем кондоминиумы которые сдаются их же хозяевами да вот поэтому которые сдают в аренду поэтому на каждом шагу здесь что то есть на каждом шагу какой-то starbucks какой-то ресторан сифу ресторан все здесь забито и когда он работает в полную силу если честно тут не очень комфортно передвигаться для меня вот сейчас более-менее приехать здесь но когда в обычное время мне не нравится когда приезжаете в другие такие городки всегда можно отдохнуть и всегда можно как вам сказать расслабиться людей не так все улыбаются вечером тут не протолкнуться обычно да даже и сейчас несмотря на коронавирус очень много людей кто и кстати вот это получается все еще на восточном побережье если сравнивать с нью-йорком тут очень большие волны очень много магазинчиков очень много магазинчиков для серфинга пока вы не окажетесь на пляже думаете а зачем эти магазины для серфинга здесь как только вы посмотрите какая интересная машина трехколесная такая это наверное в аренду сдается здесь и вот как только на пляже оказываетесь вы понимаете что тут реально очень большие волны даже взрослому человеку тяжело находиться на воде они прям с головой тебя закрывают и поэтому тут можно заниматься серфингом городок кстати находится насколько я помню между двумя штатами делавером и мэрилендом и все вот жители которые живут близко к этому островку к этому городку они все приезжают сюда и по идее проблем со спросом на снятие отелей еще чего-то здесь нету здесь нет этим то и объясняется вот такая вот загруженность данного городка на пляже тоже очень много людей всегда даже сейчас там битком но днем особенно утром кстати это не утренний город утром здесь он вымирает сейчас даже если вы видите не так много людей на улице без машины здесь очень тяжело кстати если кто-то вы будете из россии смотреть ой ты же проехал на красный а нет я параллельно зеленый но вот перед тобой проехали на красный здесь можно поворачивать направо на красный свет если нет встречного и трафика на данный город город очень прайси скажем так не дешевый цены здесь нормальные но связи с коронавирусом цены именно на отеле они упали потому что когда я два года назад смотрел тоже еще раз хотел что приехать и смотрел были только 150 и плюс 150 долларов за ночь а сейчас мы собрались и за два дня до поездки мы решили что поедем посмотрели отели и те отели которые раньше стоили 200 долларов сейчас стоят 104 105 долларов за сутки но мы там взяли очень хороший отель мотель но по хорошим деньгам получилось 70 долларов в сутки вообще старом сказать надо сказать это даром даром в этом городке это даром и он красочный вот вы сами видите он очень красочный тут очень много разных скажем все здания они яркие дорога кстати очень хорошая тут можно делать прямое включение на youtube он не будет трясти так сильно в нью-йорке когда если дай бог вы хотите сделать в ютубе прямое включение пользуясь телефоном даже одиннадцатым стабилизация когда не работает это будет тихий ужас люди все приветливые 90 процентов американцы здесь работы я вот отвлекся с работы здесь как обстоят дела да коронавирус все по всем новостям показывают в америке безработица ужасные цифры вчера трамп заявил восемь с половиной процентов так как они там открыли очень много рабочих мест но здесь когда мы гуляли вот сейчас по молу по торговому центру каждый торговом центре в каждом магазинчике в каждом кафетерии большими буквами написано нанимаем на работу требуется рабочий требуется рабочий людей не хватает потому что каждый магазин сейчас ведет набор людей а хотя на данный момент сейчас сентябрь да сентябрь уже конец сезона конец сезона туристического поэтому почистим уже конец здесь сезона но они набирают людей зимой наверно не наверно скорее всего он вымирает хотя зимой тоже можно приехать посмотреть они придумают разные вещи здесь ужасные очереди были 5 лет назад когда мы приезжали хотите покататься на водных мотоциклах полтора часа ждете стоить на солнцеперке жара мы приезжали в середине летовым невыносимая жара так приезжаем и вот вот этот отель слева сейчас появляется вот он вот это здание и сразу здесь поворот налево вы можете уехать в сторону нью-йорка делавера и дальше нью-джерси нам дальше ехать прям многие заведения открываются после четырех часов некоторые заведения работают с утра до двух а те заведения которые работают с четырех они работают до вечера сюда да это сейчас мы завернем здесь налево и заедем пить водички давай давай дяденька дяденька не умеет ездить он ждет здесь надо сделать у-турн а у-турн это получается кей-турн так бутс мутс понимаем так самое смешное что полиция машина полиции стоит а мы здесь поворачиваем с левой стороны она была если когда мы заезжали вы наверное должны на направо можно это легально не смотря на полицию и мы завернем сюда вот такой вот маркет как говорят у нас в Бруклине чисто американский маркет цены не отличаются от нью-йорки цены такие же как в Нью-Йорке а это значит дорого это значит очень дорого ну давайте мы быстренько купим вот как я и говорил у нас в Нью-Йорке это 3,99 здесь 4,99 ну вот так вот мы с вами забежали быстренько в магазин местный я там сделал одну фотографию сделал маленькое видео и цены если честно не такие как в Нью-Йорке я немножко обманул цены гораздо не гораздо дороже потратил я где-то 42 доллара в Нью-Йорке все мне обошлось в 30 долларов давайте просто пройдемся там у них в магазине в Нью-Йорке в простом продуктовом вино купить нельзя здесь же можно скажем так то что в Нью-Йорке стоит бутылка 9,99 там стоит 12,99 так как я раньше продавал занимался этим делом скажем самые знаменитые бренды на 3-4 доллара дороже каждая бутылка просто представьте 3-4 доллара дороже чем в Нью-Йорке а Нью-Йорк считается дорогим городом по Америке это такой курорт где все да везде все гораздо дороже даже сок банальный на доллар дороже чем в Нью-Йорке там есть такие знаменитые вина как знаменитый не значит хороший Apathic Red например в Нью-Йорке стоит 9,99 10,99 здесь же она стоит 13,99 и я взял там бутылку просека себе чтобы сделать мимозу вечером и скажем так в Нью-Йорке бы это стоило для просека вам не нужно не нужно хороший дорогой просека в Нью-Йорке вы могли бы это просека купить там за 11,99 за 10,99 все равно вы будете мешать здесь же она стоит 15,99 ну что делать отдых так отдых курорт так курорт поехали дальше ну вот мы с вами сейчас будем выезжать отъезжать вот так мы с вами отъезжаем а кстати да такое вот примечание или замечание я я так я когда зашел в магазин там все прям вот прям все напоминает магазины которые были во время коронавируса пустые полки там очень много было пустых полок несмотря что не сезон несмотря что нет может мы правильно поехали ладно несмотря что не сезон и несмотря что поехали нет людей полки пустые нам сейчас надо будет вернуться вон справа тут отель в котором мы жили первый раз здесь мы повернем сделаем утром дороги пустые вот сейчас этот трафик он не едет со стороны Делавера и Мэриленда не из города эта трасса ведет в город город начинается непосредственно вот с этой точки я помню когда во время коронавируса мы ездили по самым плохим районам и трущобам Нью-Йорка все говорили это что вы в этой Америке потеряли выглядит много смотрится все убого надеюсь этот город вам понравится но как я и говорил это город куда люди приезжают отдыхать конечно здесь живут люди но это туристический город таких городков в принципе на восточном побережье в Нью-Джерси очень много но там особенно в Нью-Джерси там где Long Branch кстати есть такой же одноименный город под названием Motion City насколько я помню и в Нью-Джерси тоже так вот в таком городе как Long Branch там конечно поспокойнее гораздо спокойнее нет такого бешеного трафика за исключением дни когда какой-нибудь там файер-шоу идет файер-шоу ну файер-шоу это когда салюты тогда там тоже не пропихнуться не проехать очень много мини-гольфов и кто видел в фильмах где люди приходят и там динозавры какие-нибудь какие-нибудь вулканы и там вот вы с клюшкой пытаетесь в разные лунки отправить ваш мяч но там скажем нету полей газона нету именно такие artificial как сказать вам ненастоящие сооружения здесь их очень много если вот проехать только по этой улице штук пять-шесть вы увидите я начну пять-шесть да и даже в отелях никто хоть и написано и стоит там знак что все должны соблюдать дистанцию шесть фитов все должны одевать маски никто там маску не одевает тут сказать опять же никто как сказать процентов сорок ходят без маски особенно смешно когда люди вместо маски натягивают футболку и заходят ну получается ну люди кто к медицине не близки близки к медицине они знают что вот эта маска медицинская она одевается чтобы не заразить пациента или когда вы делаете какую-то операцию насколько я знаю то есть если вы больны вы одели маску вы никого не заразите но если вы больны и натягиваете футболку на нос то вы перезаражаете всех даже тех кто в маске потому что маска вот эта медицинская она работает в одну сторону в другую сторону она не защищает тем более в закрытом пространстве или вообще вы без маски ходите получается люди кто в маске вас уважают и беспокоятся за вас одевают разные вот тряпочные маски да кстати тряпочные тоже я не думаю что они помогают вот наша отель банито красавица банито бич или красивый пляж получается да 81 на правую иду для парковки вам дают специальные желтые такие бумажки которые вы на заднем на зеркало заднего вида там прямо если поехать там пляж очень мне нравится вода там все мне там очень сильно нравится ой кто-то на нашем месте припарковался сегодня поэтому мы припаркуемся на этом месте на мой смысл сейчас мы на этом месте припаркуемся задним ходом вот так вот задним ходом а почему именно задним выезжать было нам потом легче столбы всякие стоят здесь поэтому надо аккуратно парковаться все так вот ну вот мы приехали обратно надеюсь вам данная поездка понравилась дорогие друзья сейчас мы быстренько перекинем назад надеюсь поездка вам понравилась сейчас я покажу в каком номере я на самом крайнем номере и получается я могу видеть океан своего номера или даже добавлю видео оттуда спасибо за просмотр не забывайте поставить ваши лайки прокомментировать поделиться данным видео кто хочет возможно приехать из Нью-Йорка из других из Нью-Джойси посмотрите добавлю другое будет видео где будет именно пляж будет именно парк развлечений и другое сейчас мы просто проехались посмотрели улицы я вам рассказал ту информацию не рассказал кстати про информацию про Америку про Трампа но в других видео я думаю успею вам рассказать поэтому спасибо вам большое подписывайтесь на канал всех вам благ удачи adios arrivederci